Всем привет! С вами я, Витя Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня меню очень простой, по трудозадатам простой и по ингредиентам, в принципе, тоже, но безумно вкусный суп. Правда, у него есть один недостаток – ждать приготовления очень долго. Как вы уже поняли из названия, речь пойдет о супе пяти. Нет, конечно, его можно приготовить гораздо быстрее, но быстрее в данном случае не значит вкуснее. Короче, сами найдите для себя оптимальный баланс между временем приготовления и вкусом. Я начал процесс еще вчера. Замочил с вечера среднеазиатский горох, нут, в холодной чистой воде, и он всю ночь набирал в себя воды. И сейчас он выглядит вот так. Кроме гороха понадобится баранина, лук, не обязательно красный, каштаны. Я взял уже запеченные. Можно, кстати, заменить картошкой, если не найдете. Курдюк и урюк. Урюк выбирайте кисло-сладкий, а лучший, если найдете, даже лучу. Короче, нужно добавить в этот суп кислых или кисло-сладких ноток. Ну, сами себе вразите. Кроме того, еще понадобится обязательно сумах и очень желательно настоящий шафран. Вот у меня вчера жаба не подписала расход за малюсенькую баночку. Там буквально, наверное, четверть грамма этого самого шафрана было. Запросили аж 400 рублей. Ну, и, конечно, без репешки и без острых солений есть этот суп светодатства. Поехали! Начну с нарезания мяса. Для пяти нужна хорошая такая зрелая баранина, ну и острый нож. Лучше всего для этого супа подходит баранина на косточках. Баранья шея, например, отлично подойдет. Ну, и мясо за откат тоже будет в тему. Мельчить при нарезке не надо. Вот так будет нормально. И сюда тоже мясо. Теперь лук. С луком жарничать тоже не надо. Вообще, обратите внимание, большинство супов, которые исторически получили распространение у тюркских народов, ну и их соседей, лук, как правило, закладывается в супы сыры. Как уху. Нет, есть, конечно, исключение, но это именно исключение. Теперь нут. Вот такой вот. Побольше. И сюда побольше. Посолить. И курдюк. Солить. Сразу просил на рынке пластинок от здоровенного шмата курдюка надезать. И вот сейчас бы как раз добавить чуть-чуть шафрана, но вы помните, жаба. Поэтому просто заливаю холодной, чистой водой. И отправляю в духовку. И вот это самый тонкий момент. Я выставляю температуру в 120 градусов. Не знаю, сколько на самом деле моя московская духовка при этом выдает. Но зато я знаю из опыта обращения со своей духовкой, что при вот таких вот выставленных режимах содержимое моих горшочков не будет бурно кипеть. Оно будет слегка-слегка, тихонько-тихонько побулькивать. И за 6 следующих часов жидкости бульона выкипит очень мало. Ждем. Вот так вот все выглядит через 6 часов. Осталось недолго. Сюда отправляются уже запеченные и очищенные каштаны. И урюк. Еще полчаса. О, великий скархет. Дай мне сил. Настало время. Лепешку нужно нарвать кусочками. Залить этим чудовищно ароматным бульоном. Присыпать сумаком обильно. Стерим и горшочка выложить рядышком отдельно. Рядом выставить на стол вот этих вот солений, острых и свежих овощей. Охватить жадным взором всю эту красоту и садиться за стол. Не могу удержаться. Дайте мне уже стрескать ложечку этого классного бульона. Фантастический суп. Просто фантастический. Такой насыщенный бульон получается. Да, вы-то этот ролик осенью смотрите. А я его снимаю в самом разгаре лета. И сейчас на рынках пока. Айвы еще нет, по крайней мере, я ее не нашел. Так вот, если айву добавить в этот супец одновременно вместе с каштанами и с урюком, это добавит еще большей яркости. Так, нута и мясо мне. Да, и каштанчик тоже. Ну-ка. Урюк дал классную такую кисло-сладкую нотку. Каштаны. У них такой крахмалистый вкус. Конечно, если вместо них положить картошку, будет тоже вкусно, но немножко не то. Все-таки у каштанов есть свой такой особый вкус и аромат. И я-то использовал запеченные. Если вы будете брать свежие, их можно либо запечь сначала, либо отварить. Надрезать крест-накрест носики их и отварить минут 10-15. Потом почистить и вот в таком виде уже закладывать, как и я закладывал, за полчаса до готовности супца. Так, ну и острых баклажанов, конечно же, чтобы рассветить еще больше все это буйство вкусов и ароматов. И с острым квашеным и моченым перцем. Острый, как я люблю. Класс. Короче, я продолжу это пиршество желудка уже за кадром. Огромное спасибо за ваши лайки, за дизлайки, за репосты. Готовьте это. Осенью этот супец особенно хорош. Подбирайте правильные режимы вашей духовки, чтобы было слабое кипение, чтобы он не сильно накипал. И чем дольше он там стоит, тем будет лучше. 8 часов в непредел. Можно вообще на всю ночь ставить и с утра наслаждаться этим классным блюдом. Огромное спасибо, что вы смотрели. Напоминаю, что если вы соберетесь, обновляя свой парк ножей, то вот такой вот замечательный кусок металла из АОС-8, бритвенно-острые заточки. Это серия Супер 5, здесь ВГ-10 центральный, 5 слоев стали. Тоже ручная ковка, ручная заточка. Заточка, обращаю ваше внимание, вогнутая линза, для тех, кто понимает. Вот чекрыжит себе палец, ну запросто. Так вот, такое замечательное чудо и другие ножи самого вы можете приобрести с хорошей такой скидкой. Пользуйтесь промокодом Фреско. Спасибо за компанию. Всем пока.